Мне, Андрею Горбатову, стыдно, что я не фанат футбола. Меня сейчас вас ненавидят, может быть, многие, и все эти похождения ребят с шарфами мне совершенно неинтересны. Я считаю их клоунами, но вместе с тем, они фанаты, их надо уважать, безусловно, и их уважают. Но считаю, и смеюсь немножечко над ними, иронизирую. Я не очень слежу за футболом, хотя слежу за судьбой Пеле. Я был на пресс-конференции с ним, и лично мне удалось увидеться с Пеле когда-то. Он приезжал в Россию, и это очень интересный человек. И я могу сказать, что, ну, то, что футбол, мы пытаемся приблизиться к той же самой Бразилии, либо к сильному испанскому футболу, это здорово. То, что мы имели успехи определенные, это тоже здорово. То, что мы победили года три назад, я помню, я ехал через Воробьевы горы, и когда произошло, какой-то кто-то с кем-то играл гол, и поезд стал качаться на Воробьевых горах, потому что все ребята взвыли. А что творилось на Юго-Западе? Машина. Летний чемпионат года три назад. Я говорю, я ни фанаты не могу, но я это видел, что творилось. Когда люди сажали машины других людей, давайте куда-то кататься. Когда трубы вдруг появились, с машин, с пикапы, а в центре что творилось? Какие-то фейерверки. Это объединяет нацию. Это объединяет нацию, это здорово. И, опять же, если фанаты друг друга не бьют, я только за то, что, да ладно, фанатеете, только не пейте алкоголь, не укуривайтесь, идите радуйтесь там. Ну, и перските эмольцы, не бейте друг другу физиономии. И любите футбол. Великолепно. Я именно за то, чтобы мы прорвались. Вот тут, когда я не фанат футбола, но когда я вижу, и там матушка моя смотрит, ну что ты, ты же мужчина, ты должен любить футбол, знать все матчи. Ну, мне не интересно. Но когда играет Бразилия и Россия, когда играет Испания и Россия, естественно, я подпрыгиваю до потолка и валю господа, чтобы мы победили Испанию и Бразилию. Это почти невозможно, но мы, наверное, когда-нибудь это сделаем.